Появилось гидравлическое масло в распределительном редукторе? Эта серия для вас. В ней мы расскажем, как поменять сальники на гидронасосах. Для чего это может потребоваться? Если вдруг вы обнаружили, что в распределительном редукторе, в том редукторе, который находится между двигателем и гидронасосами, начал подниматься уровень масла и начал приобретать дополнительный оттенок красного цвета, зеленого или голубоватого. Это говорит о том, что гидравлическое масло у нас поступает в распределительный редуктор. Масло в распределительный редуктор может поступать только через сальники валу гидронасосов. У нас установлено три насоса на редукторе. Два приводных и гидронасос фрезы. Каким образом определить, какой сальник из трех начал пропускать масло, у нас возможности нет. Более того, если начал один сальник пропускать, стоит менять все три, так как работают они всегда одновременно. Для того, чтобы поменять сальники на гидронасосах, нам необходимо демонтировать насосы. Для этого разбираем всю обвязку, демонтируем шланги, демонтируем электрические кабели. В общем, все, что нам будет мешать. Для того, чтобы произвести обратную сборку без ошибок, я рекомендую сделать подробный фотоотчет и подробный видеоотчет перед тем, как разбирать гидравлику. Чтобы потом не возникало вопросов, какой шланг, откуда и куда у нас подключается. Также перед началом работ, настоятельно рекомендую тщательно отмыть машину. Именно тщательно отмыть гидравлическую часть. Далее приступаем к разборке. Демонтируем шланги. Демонтируем насосы. Можно целиком снимать ряд насосов. Можно разбирать на секции. К примеру, с левого приводного насоса можно демонтировать насос навесного. Если демонтировать насос навесного, это упростит демонтаж приводного насоса и, собственно говоря, облегчит его, так как сами насосы весят достаточно много. Перед тем, как разбирать всю гидравлическую часть, необходимо приготовить емкости, так как при разборе будут потери масла. Чтобы оно не лилось нам под ноги, подкладываем емкость. Для того, чтобы открутить крепление приводных насосов, скорее всего, потребуется особенный ключик. Мы этот ключик изготовили из комбинированного ключа на 24, распилив его пополам. Демонтируем насосы, желательно используя скрузоподъемные механизмы. Напомню, насос очень тяжелый. Можно, конечно, и руками, но лучше с помощью каких-нибудь механизмов. В процессе выполнения работ, не забываем одно из самых главных правил гидравлических механизмов, везде должна быть абсолютная чистота. Демонтировали насос. Для того, чтобы демонтировать старый сальник, необходимо снять стопорное кольцо. Далее, чтобы извлечь сам сальник, здесь мы видим, что в металлической части сальника есть отверстия, заполненные резиной. Эти отверстия специально для демонтажа сальника. Чтобы демонтировать сальник, берем саморез, вкручиваем в это отверстие. Глубоко вкручивать не нужно, чтобы зацепилось буквально пару витков. И далее, как на видео в данном случае, покорезами тянем за саморез и извлекаем сальник. Когда демонтировали сальник, обращаем внимание на рабочую шейку вала самого гидронасоса. Смотрим, чтобы не было выработки на нем. Устанавливаем новый сальник обратно. В качестве оправки можно использовать старый демонтированный сальник. Аккуратно, равномерно запрессовываем его. После того, как запрессовали, устанавливаем обратно стопорное кольцо. При установке стопорного кольца обязательно убеждаемся в том, что кольцо установлено в посадочное место. Здесь мы как раз проверяем, что стопорное кольцо установлено именно в посадочное место. По аналогии меняем сальники на остальных насосах. Перед тем, как монтировать насосы обратно, откручиваем заглушки обратной линии. Это нам потребуется чуть попозже для того, чтобы заполнить все насосы гидравлическим маслом. На насосах помимо сальников также установлены уплотнительные кольца круглого сечения оу-ринги. По технологии при замене сальников эти колечки тоже необходимо менять. Если по какой-то причине у вас этих колец не оказалось, обязательно необходимо их очистить, обижирить и нанести на них уплотнительный герметик. Установку насосов производим в обратной последовательности. Очень важный момент. Во-первых, напоминаю, правило гидравлических механизмов. Должна быть абсолютная чистота. Второй очень важный момент. В процессе сборки обязательно заполняем все полости гидравлическим маслом по возможности. Здесь мы как раз видим заполнение гидравлическим маслом всех возможных полостей. Это необходимо для того, чтобы при первом пуске двигателя, при первом провороте даже двигателя, наши насосы не работали на сухую. Даже кратковременная работа насосов без масла губительна для них. Обязательно заполняем все маслом, заливаем его везде, где только получится. Далее по завершении сборки. Также меняем масло в распределительном редукторе. Сливаем перемешанное. Напоминаю, что в распределительном редукторе у нас должно быть залито трансмиссионное масло 75W90. Заполняем необходимый объем. Контролируем это по уровню. Далее заполняем гидравлическое масло. В нашем случае, помимо замены сальников, у нас был переход с зеленого масла на красное. Поэтому мы слили абсолютно все возможное масло зеленого цвета, заливаем красное. При больших объемах замены масла, и в том числе замены гидравлического фильтра, масло удобнее заливать через гидравлический фильтр. Да и на самом деле, перед первым запуском, после проведения таких масштабных работ, заполнить гидравлический фильтр дополнительным маслом не помешает. Далее производим первый запуск. Здесь рекомендую обратить внимание на следующий момент. Запуск лучше производить как минимум вдвоем. Один человек запускает двигатель, второй человек контролирует уровень гидравлического масла в гидравлическом баке. Как правило, после того, как разбирали всю гидравлическую часть, насосы очень быстро забирают масло из гидробака и заполняют систему. А это значит, один человек, как я уже сказал, запускает двигатель, второй человек контролирует уровень масла. Как только уровень масла приближается к минимуму, останавливаем двигатель. Остановили двигатель, доливаем гидравлическое масло до необходимого уровня, повторяем запуск. Также контролируем. Как только уровень масла приближается к минимуму, останавливаем двигатель. Так, возможно, потребуется сделать несколько раз. Ни в коем случае не допускаем работать двигателя, когда у нас недостаточный уровень гидравлического масла. все всем пока пишите звоните